В этом детском саду плавать умеют все без исключения. Занятия в бассейне проводит лучший воспитатель региона Ольга Пескунова. На тренировках она не использует надувные круги и нарукавники. Плавать учит в игровой форме. Ребята ищут предметы под водой, преодолевают препятствия и соревнуются. Плавать очень нравится. Я люблю очень. Плавать под водой. Ну, на спине уже у меня получается над водой плавать. В 172 детском саду Ольга работает два года. Ранее преподавала грудничковое плавание. Кстати, спортом девушка увлечена с детства и даже имеет разряд. Кандидат в мастера спорта по плаванию. На мой взгляд, с детьми дошкольного возраста работать легче всего, потому что они еще честные, добрые, искренние. Если человек идет по жизни с позитивом, если он любит открывать для себя новое, если он любит учиться, то тогда он сможет все положительные качества и все свои знания сполна отдать детям. Гайс, ну-ка тебе копить, please. А этот урок проводит Вероника Таут, учитель года Тюменской области. На занятии семиклассников она знакомит сразу с четырьмя иностранными языками – английским, немецким, французским и китайским. Со плечами педагога – неделя соревнований и месяцы подготовки. На конкурсе профмастерства Вероника проводила урок, внеклассное мероприятие и защищала свои методические разработки. Пришла идея интеграции четырех иностранных языков для того, чтобы у детей было понимание, что не так сложно изучать четыре иностранных языка, и они идут нам не во вред, а наоборот во благо. Секрет успеха заключается в любви к своему предмету, то есть насколько вы горите своим предметом, насколько вам интересно его преподавать и делиться своим опытом. Учитель прекрасный, уроки все проходят организованно по какой-то теме, всегда тихо, интересно, так как учитель заманивает своим предметом и всегда старается уделять каждому ученику как можно больше времени. Впереди у Вероники Таут подготовка ко всероссийскому конкурсу «Учитель года». Кстати, в 2021-м лучшей в России стала Тюменко Екатерина Костылева, преподаватель 16-й гимназии. Повторится ли триумф в этом году, узнаем осенью. Дарина Халина, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.